Ну, дорогие товарищи, что поделываете? Чем занимаетесь? Да вот... Вот мы... И вообще... Нет, пока я не вымою пол, вся деревня ко мне заглянет. Да нет, я ненадолго. Я заехал за энциклопедией, Харед Васильевич. Что это за моды-то у нас с вами? А? Брать тома и не возвращать их обратно. На что я вам отвечу? А что это за странное понимание своих директорских обязанностей? Ходить по домам и собирать невозвращенные тома школьной библиотечки? Да я терпеть не могу беспорядка. Для меня беспорядок все наш брюшной тиф. Закончили ремонт школы, привезли новые шкафы для директорского кабинета. И я что-то не могу увидеть пустые полки в шкафу. А что, разве там у вас мало книг, чтобы набить эти полки? Шкафы и полки изготовлены специально по размеру томов большой советской энциклопедии. Другой литературы я не признаю. Да, вас голыми руками не возьмешь. Ты меня ни голыми руками, ни клещами, ни пинцетами ничем не возьмешь. Потому что я убежденный фанатик. Вот, вот это верно. Вот что фанатик, это абс... А вот насчет убеждений не знаю. Вот это вы можете не сомневаться. Ну, хорошо. Тогда скажите, какие же убеждения натолкнули вас на мысль испортить будущее вот этой девочки? К сожалению, педагогические правила, которых мы с вами должны придерживаться... Нет, 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 нет. Она уже студентка университета, так что пусть это вас не волнует. Вы поставили ей четверку по литературе и тем самым лишили золотой медали. Она пропустила в сочинении всего одну запятую. А литературу-то она знает. Едва ли не лучше вас, а? Пропустила она не одну, а две запятых. А литературу она не может знать лучше меня. Только я вообще не спорю. Не спорю, я мог ей поставить пятерку, но я решил проучить ее за упрямство. Да, проучить для ее же пользы. Не при ней будет сказано. Помилуйте, помилуйте, Николай Трофимович. Какое упрямство? Десять лет примерного поведения. Орет Васильевич, знаем мы с вами этих девиц-то с примерным поведением. Может быть, вы расскажете хотя бы об одном конкретном случае. Ну что ж, могу рассказать. В день моего приезда, когда я исключил из репертуара это слезливое причитание с облетанием листьев и отлетом ласточек, вот эта девушка, кстати сказать, единственная из всей школы, не смирилась с моим решением. и подумать только в полночь пришла в пустую школу одна, чтобы допеть ту песню до конца. Сидей и тыней на ветвью. Допеть с того самого места, где я прервал хор. Слушайте, Николай Трофимович, как же так? Ведь ни одна живая душа. То есть я хочу сказать, это было именно так, как вы говорите, но знать вы этого не можете. И никто не может этого знать, кроме Бога, конечно. А я и есть ваш Бог. Информация, единственный Бог нашего века, и обладание властью есть, прежде всего, обладание информацией. И пели вы не одна, мы тоже не лыком шиты. Два голоса пели, с молодым парнем. Ага. Значит, не одна, а двое взбунтовались. Парень был не местный, заезжий какой-то. Может быть, вы мне скажете, как его зовут? Нет. Имя его мне неизвестно, но я знаю все его приметы. Так что, в случае надобности. Только важность приметы. Приметы-то и я знаю. Не важно было имя его узнать. У-у-у. Хороша девица. Хороша девица. Поет ночью в пустой школе. Одна. С незнакомым парнем. Не удосужившись даже узнать его имя. Но это уж, извините, не ваше дело. Вот за это ты, голубушка, и улетела из нашего гнезда без медали. Ученик, сказавший директору школы, это не ваше дело. Не может получить золотую медаль, каковы бы не были его успехи в учебе. Ну, не надо так масштабно обобщать. Этот парень из того самого города? Нет. Он буковинец. Но учится, правда, в Кишиневском университете. из-за него ты решилась туда поступать? Нет. Не только из-за него. Из-за кого? Подождите. Ну, что ж, спасибо тебе за Лиану. Я надеюсь, она будет такая же красивая, такая же старательная и такая же, как бы это сказать, прямая. Я не то хотел сказать. Извини. Такая же легкомысленная. Вот. Вот. За что я тебя любил все эти годы? За быструю реакцию, находчивость. Ну, счастливого тебе пути. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что, стало быть, вы, тетушка Арвира, состоите сразу на двух работах? И в школе, и тут. А нам, уборщицам, разрешаете сразу на двух работах. Господи, как же вы меня напугали, товарищ директор. Мало вам того, что вы в школу уламываете посреди ночи, когда я там убираюсь, вы меня и здесь нашли. Ну, ладно. Вот за работу в школе вам платит государство. Верно? А кто же вам оплачивает вот уборку этой звонницы? А? Ну, не станете же вы даром тащить ведра с водой снизу из деревни да на самую макушку холма? Ну, кто ж станет за даром таскать? А? Ну, вы не беспокойтесь, я женщина с характером и не позволю себя, как это, в школе учить, экспортировать. Да я ведь не сомневаюсь, что вам хорошо платит, тетушка Корвира. Аж очень бы мне хотелось узнать, кто именно вам платит. Прям и бабе любопытство. А мне предки платят. не по-другому. А и по-другому. И за долгие годы вперед оплатили мои труды. Ну, я ведь не люблю, когда со мной разговаривают с загадками. не знаю, Видите ли, Николай Трофимович человек, в наших местах еще новый. Не все и не всех, знаете. Я, хотя и скромной женщиной и работаю в школе уборщицей, но род мой древний достойный. Прямо